надо ли мне сдавать латышский с таким вопросом сейчас ко мне обращаются многие давайте разберемся видео в первую очередь для тех кто свое время был гражданином или не гражданином латвии потом перешел в российское гражданство и вот теперь не знают продлят ли ему постоянно видно жительство или нет свое время перейти перейдя в российское гражданство отказавшись от латвийского гражданства или статуса не гражданина латвии вы получили постоянный вид на жительство автоматически если оставались жить в латвии что же теперь информация которую мы читаем с официального сайта вас здесь гледа и бесса тура центры государственный центр содержания образования именно они принимают экзамен который вам даст необходимую категорию если вам нужно сдавать давайте разберемся начинается с инфографики во-первых написано какие документы дарей газ и не дарей газ то есть какие документы сейчас еще действуют и какие уже нет очень все просто 2001 год 1 февраля вот с того времени выданные документы apple и цейбас будут действовать то есть скорее всего если вы допустим закончили школу или сдавали латышский после вот этой даты то скорее всего там все нормально в любом случае найдите свою карточку вам обязан вам обязательно нужно ее найти чтобы посмотреть во первых как там у нас по срокам и соответственно до какой там уровень ведь еще и от этого тоже зависит я со время получила карточку знания латышского по моему в девяносто седьмом году когда сдавала в школе да нам тогда выдавали 97 год и заканчивал среднюю школу и нам вместе с результатами экзамена по латышскому давали карточку хотя мне там замечательный уровень но если вы мне сейчас нужно было доказывать что я знаю латышский ну чисто формально да то есть предоставляя вот эту карточку для продления постоянного вида на жительство у меня бы ничего не получилось потому что 2001 год а у меня 97 но так что смотрим теперь официальное объяснение то есть во-первых сказано что 24 сентября 2022 года были приняты поправки миграционном законе да они относятся к тем теперь давайте посмотрим что если вы получили постоянный вид на жительство согласно двадцать четвертой статье миграционного закона первой части восьмой раздел то есть здесь объяснено о ком же идет речь это означает что постоянный вид на жительство выдан иностранцу живущему в латвийской республике который до получения другого гражданства был гражданином или не гражданином латвии если вы имеете постоянный или временный вид на жительство ну скорее всего постоянный вид на жительство но и являетесь гражданином допустим россии белоруссии да и любой другой стороны видите здесь говорится о гражданах третьих стран то тогда не обязательно что в этот постоянный вид на жительство получали без предоставления карточки о знании латышского языка то есть если вы свое время получили вид на жительство и при этом предоставляли уже при получении вида на жительство постоянного карточку о знании латышского языка то скорее всего с вами тоже все замечательно то есть здесь речь идет о таком специфической ситуации когда бывшие граждане латвии или не граждане латвии да люди с таким фиолетовым паспортом отказались от этого статуса и перешли гражданство другой страны большинстве случаев россии поэтому я и говорю россия что же теперь нужно сделать смотрите у нас есть дата 2023 год 1 сентября до того времени если вам нужно продлевать постоянный вид на жительство вам нужно предоставить при этом карточку а плейца ему о знании латышского языка как мы уже выяснили дата которая помогает в первую очередь понять является ли ваша карточка еще действенны или уже нет это помним до 1 февраля 2001 года но это еще не все нужно иметь эту карточку определенного уровня скорее всего если вы заканчивали школу и при этом автоматически ее получили ну или ходили на экзамен то скорее всего уровень у вас нормально давайте посмотрим тут немножко разделяется на две категории потому что да как вы видите 2009 года 31 августа были одни категории знания латышского языка а с 1 сентября 2009 года уже другие категории звания латышского языка вот эти вот категории действуют и сейчас то есть когда вы читаете что вам нужно сдать латышский на уровень а2 имеется ввиду вот по такой современной градации как а общая европейская градация знания языков и да вы должны иметь хотя бы уровень а2 раньше в какой-то период видите 2001 года до 2009 если вы получили карточку знания языка в то время она тоже действует однако тут смотрите немножко по-другому до уровня описаны то есть сначала типа первый уровень две категории второй уровень две категории и третий уровень две категории но по сути то то же самое просто циферки разные и тут все очень просто если вы свое время получили на самый-самый низший уровень то есть это по новой системе а1 по предыдущей системе 1а то тогда к сожалению этого не хватает ну и как вы видите все остальные уровни прекрасно подходят навряд ли у вас уровень c ну а любой другой замечательно свое время при получении достаточного балла школе вообще автоматически прямо выдавали вот такую карточку я не знаю как прямо сейчас я ни у кого не ну как бы не слышала таких случаев чтобы заканчивая школу человеку автоматически выдавали тоже вот такую специальную апплей цибу карточку где было бы градировано да на какой уровень он знает язык чисто формально если у тебя хотя бы четверка она ты получишь заканчивая среднюю школу так что все нормально да видите как здесь сказано что те карточки которые бы выданы были до этого они к сожалению не работают и вот у меня одна из них да вот здесь написано пирма за мака пока п утра вида и пока п и треша окстака пока у меня было третье типа самой высокой самый высокий уровень однако ничего до доказательства того что я знаю латышский придется еще раз идти на экзамен если мне это будет нужно ну так что же делать но во первых проверить а знаете ли вы язык я сниму отдельное видео о том как это проверить бесплатно и за какие-то небольшие деньги и если вы понимаете что все таки пока нет то я вам советую учиться учиться тоже можно относительно бесплатно и за относительно небольшие деньги можно конечно же пойти на полноценные курсы ну например моя фирма предлагает такие курсы за 350 евро вы начинаете учиться этому это от и до да это не в месяц и ничего это от и до вы начинаете учиться и через два месяца на выходе имеете стабильный а2 вот этот вот уровень спокойненько идете на экзамен его сдаете все вам аплодируют молодцы однако возможно если вы более-менее общаетесь в латышской среде или например относительно недавно закончили школу ну или вообще в принципе то знаете латышский то тогда возможно вам никакие курсы даже близко не нужны возможно единственное что вам надо это познакомиться с самим экзаменом я сниму отдельное видео где расскажу как это сделать абсолютно бесплатно и как это сделать за небольшие деньги в принципе вот уже здесь на я оставлю ссылочку естественно под видео вот уже здесь есть информация о первых о том как зарегистрироваться как проходит сама проверка да как проходит этот экзамен какие сейчас есть уровни и какая программа то есть вот уже здесь вы можете зайти и посмотреть то есть если вам как бы ну вот понятно что здесь написано программа более-менее понятно то существует огромный шанс что вы уже в принципе готовы а то есть если вы общаетесь с латышами если более-менее где-то знаете язык возможно первый шаг для вас попробовать сдать экзамен а вдруг сразу и получится